Друзья, всем привет! Вы на канале Все Китай, с вами Димон. И у нас сегодня на обзоре HOMETOM HT6 батареи на 6250 мА. Круто, правда? Можно лайк поставить. Итак, попользовался данным смартфончиком я недельку. И что могу сказать? Смартфончик мне, в принципе, понравился, да? Давайте начнем с внешнего вида и поговорим, из чего же он состоит, да? Итак, фронтальная часть, это экранчик у нас 5,5 дюймов, разрешение HD, есть камера у нас на 2 мегапикселя, разговорный динамик и есть световой индикатор. Снизу у нас есть три сенсорные кнопки, которые не имеют подсветки. С правой стороны у нас кнопка включения смартфона и кнопка регулировки громкости. Ну, и больше нет ничего. С левой у нас только слот для микросим-карт, либо одна микросим-карта и микросд. То есть, получается у нас вот такой вот спаренный слот металлический. Все хорошо, все работает добротно. Вставляется вот сюда вот хорошо, пам, заехал нормально. Итак, сзади у нас есть камера 8-мегапиксельная, двойная светодиодная вспышка, то есть теплый и холодный цвет. Ну, в принципе, все хорошо. Решетка у нас основного динамика, снизу у нас есть только микро-USB и один микрофончик. Итак, сверху у нас джек 3.5 для наушников и больше нет ничего. Корпус у нас полностью из пластика, здесь металла нет, это не металл, это все-все пластик. Итак, давайте же зайдем в наш смартфончик, зайдем в Antutu и поговорим из чего же он состоит. То есть, какая у него начинка стоит, да? Марка Home Tom, модель HT6, Android 5.1, непонятно почему стоит 32-битный, если должен быть... 64-битный. Ох, какое длинное слово. 64-битный, да. Итак, модель процессора у нас MTK6735P, графический процессор у нас Mali-T720, разрешение дисплея 720 на 1280, ну то есть HD камера, нет, не 13, 8, 8. 2 гигабайта оперативной, 16, встроенной, ну доступно где-то 12. Процессор у нас 4-ядерный, тактовая частота до 1 гигагерца. Итак, тест мультитач, нормальных 5 касаний, то есть все с этим хорошо и добротно. Фронталка у нас также не 5, а 2 более-менее нормальных мегапикселя. Итак, датчик у нас есть, датчик приближения, гироскоп есть, датчик освещения, магнитное поле есть, ориентации и приближения, больше нет ничего. То есть такой минимальный, хороший, добротный, бюджетный набор. Все, об этом мы поговорили. Итак, сейчас я расскажу вам плюсы, минусы, в общем, что мне понравилось, что не понравилось. Ну и, конечно же, будет у нас вывод, покупать, не покупать, ну как-то вот так. Первый плюс поставим за дизайн. Дизайн получился, в принципе, неплохой, хороший. Задняя крышка не маркая, хорошая. Пыль не собирает, какие-то мусор вообще не собирает. Все с этим хорошо. В руке сидит смартфончик нормально, да, лопата, да, один сантиметр, ну, грубо говоря, почти плюс, если бампер одеть. Но в руке сидит нормально, нареканий по эргономике у меня, в принципе, нет. По размерах он плюс-минус, такой же, как Xiaomi Redmi Note 2, но, конечно же, потолще. Сборка хорошая, задняя крышка у нас несъемная, то есть батарея также у нас несъемная. Все, монолитный кусок такой, добротный пластика, да, все хорошо, ничего не скрипит, не репит. То есть в руке сидит нормально и сборка также хорошая. Основной, точнее не основной, а разговорный динамик. Ну, здесь не все так хорошо, скажем так, если использовать его процентов на 70 громкость, то все хорошо, айс, да. Но если поставить громкость на максимум, я вам так скажу, есть небольшие шумы такие, ну, я сравнивал, как работает на Xiaomi Redmi Note 2. Да, там все чисто, гладко, хорошо, но вот здесь есть шумы, 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 то есть такая четверочка с натяжкой я поставлю. Микрофон у нас здесь один, также работает неплохо, собеседник меня слышит хорошо, шумов нет, также за это мы поставим плюсик, плюсик, плюсик. Экран мне при распаковке, ну, просто очень понравился, я был в восторге, потому что 5.5 HD разрешение, но картинка очень-очень неплохая, реально очень неплохая. Давайте я вам покажу пару фоточек, ну, давайте, например, вот здесь посмотрим, очень классная картинка. Углы обзора максимальные, наверное, что есть, если честно, OGS, IPS, то есть воздушной прослойки у нас нет, здесь все хорошо, подсветка, в принципе, равномерная, с этим проблем нет. Мне лично все понравилось, пиксели, да, видно, но если смотреть на текст, если очень-очень сильно присматриваться, так, экранчик неплохой. Ну, реально, за свою стоимость, экран, наверное, один из лучших, что есть. Ну, вот еще есть неплохой, но есть такие, знаете, небольшие косяки, что я заметил, если, где же вам показать, вот здесь, наверное, если надавливать вот здесь где-то, получается у нас разводы, да. Если по центру или в углу, давайте постараюсь вам показать, вот смотрите, в углу, да, постараюсь. Вот видите, есть небольшие такие вот разводы, да, ну, есть вот такая вот фигня по краям, но я не знаю, с чем это, конечно, связано. Ну, есть, да, есть такой эффект тетриса, но я не думаю, что кто-то будет так сильно нажимать. Да, есть такая, знаете, вероятность, если вы где-то сядете, он точно у вас треснет, да, так что за это особо минус не поставишь, но есть такие разводы. Мне лично такой не нравится. Я хочу, чтобы везде было все хорошо, чтобы я нажимал и разводов нигде не было. Плюс яркость у нас вот здесь максимальная, то есть хватает с головой на ярком солнце, будет все видно. Вот минимальная мне не понравилась, да, посмотрите, ну какая это нафиг минимальная, это очень большая яркость. Ночью вообще очень плохо сидеть в интернете, все в глаза бьет, бьет, ну, в общем, нужно ставить какую-то программу, есть программуленьки всякие такие, которые яркость нашу убирают еще сильнее и будет все, в принципе, хорошо. Ну, я ставлю где-то процентов на 40, ну, в принципе, это комфортно, да. В общем, за дисплей ставим также четверочку с натяжкой, если бы не разводы, можно ставить пятерочку, реальную пятерочку без проблем. Подойдем к нашему основному динамику, он у нас хороший по громкости, но, блин, по качеству, скажем так, среднестатистический китайфон, да, то есть есть шумы, да, они присутствуют, громкость большая, немножко репит, ну, немножко фонит, да, скажем так, на максимальной громкости, но, в принципе, учитывая стоимость данного смартфона, хороший, более-менее, также четверочку с плюсом я могу за это поставить. Ну, вот камеры, да, мы переходим к камерам здесь, как бы 8 мегапикселей, плюс интерполяция до 13, ну, как всегда, в лучших традициях Китая, да. Камера меня вообще, ну, нифига не порадовала, вообще, даже 8 мегапикселей меня не порадовали. Давайте я вам покажу парочку снимков, сами увидите. Вот моя девушка пыталась что-то там сфоткать, свой маникюр, свои ногти, очень много шумов, ну, просто очень, детализации, как бы, вообще нет. Вот пульт, да, в принципе, скажете, нормальная фотка, но если я сделаю вот так, буквально немножко, получается, все в квадратиках, очень много шумов, все в пикселизации, ну, здесь же та самая фигня. Получается, знаете, такой эффект, как будто данный пульт нарисовали там красками, если честно. Все размыто, вот, посмотрите на текст, все размыто. Просто размыто. То есть, взяли, знаете, ну, не карандаш, а гуашку и нарисовали. Здесь работа вспышки, все засветило, в общем. Вот, темная комната, кухня, все, вспышка, в принципе, работает хорошо, освещение неплохое. Вот здесь полный офигеть, если честно. Текста вообще не видно, ну, просто не то, что вы, а вообще. Я вот здесь где-нибудь сделаю фотку, сравнение с Xiaomi Redmi Note 2. У него там все отлично, видно вообще весь текст, на дни, в общем, все супер. Вот, классная игрушка. В общем, та же самая фигня, очень много шумов, ну, просто очень много. Я также сделаю фоточку, сами увидите, сравнение с Xiaomi Redmi Note 2. Да, скажете, цена Xiaomi Redmi Note 2 и данного смартфончика очень разная, но нифига. Да, сейчас можно купить за 120 баксов, учитывая, что данный смартфон также стоит 120 баксов. Но это, знаете, не то чтобы придирки, я просто вам рассказываю, как она снимает. Потому что, да, я понимаю, что главная фишка данного смартфона не камера, а батарея. Поэтому говорить, что камера полная лажа, я не могу. Так, фронталка, ну, что могу сказать. Фронталка, как фронталка, 2 мегапикселя только для скайпа, селфи не годится вообще. Так что не рекомендую делать себяшки. Лучше только скайп, только скайп, да. Производительность. Ну, производительность здесь у нас слабенькая. MTK6735 и то в урезанной модификации это, как бы, не айс. Давайте покажу вам тесты. Тесты также такие, не особо интересные. Вот Antutu 6, 24 тысячи. Ну, это фигня, да. Antutu 6 вообще мне сейчас, ну, просто не нравится. Вот, скажем так, раньше я смотрел на Antutu, да, и понимал, этот смартфон будет хорошо работать, этот плохо. Сейчас вот такой вот смартфон набирает 24 тысячи. Не, это не годится. Я скачал Antutu X. Вот, 17 тысяч, это нормально. Это нормально для данного процессора. Сейчас все так испоганилось. Nenomark показывает нормально. 47, да, я ему могу поверить, здесь все хорошо. Также Geekbench нормально, стабильно пока что работает. 480 на 1348, да, это видно, что это бюджетник. Все, здесь понятно. Давайте, ну, тест касаемо нас 5, все хорошо. Также мне приходили обновления. Вот первое обновление. Вот второе обновление. То есть, хорошо. Home Tom, так сказать, заботится, присылает такие небольшие исправления багов. Ну, в общем, все с этим хорошо. Производительности хватает для нормальной работы системы, но в игрушках я играл в чемпионы. Это просто капец. Герои ужасные, непрорисованные. Задержка кадров в 20 максимум FPS. Более-менее нормальный Angry Birds я играл. Ну, и Angry Birds Go, ну, если так, с натяжкой кадров 25, и то прорисовка не очень. То есть, для более таких слабых игрушек нормально, для стабильной работы системы нормально, но чтобы в что-то интересное поиграть, нет, не годится. Плюс, конечно же, батарея. Она здесь большая, 6250 мА. Итак, давайте я вам покажу. Реальная емкость нашей батареи составляет почти 6015 мА. Ну, это такой неплохой показатель. Давайте. Вот, 6015 мА. Все хорошо, но есть такая фигня. Давайте я постараюсь вам объяснить и показать все, куда бы мне зайти. Итак, вот, смотрите, я заряжал наш смартфончик, стандартная зарядка, которая идет в комплекте. У нее идет 5, 7 и 9 вольт, да, и 2 ампера. Но, фишка в том, я поставил с тестером, все нормально, мне показывало 9 вольт и 2 ампера. Хорошо, но через 2 часа смартфончик зарядился полностью, полностью зарядился. Написано 100% на 3100 мА, да. Потом скорость упала, точнее, вольтаж упал до 5 вольт и стало где-то 1,5 ампера, потом 1. И он еще в течение часа набирал эти, грубо говоря, 664 мА. Да, получается, как бы, 3764... Это просто даже говорить очень плохо, да. Я думаю, 6250, а здесь 3764. Я был в шоке, но... Я как бы расчел, что если вольтаж у нас побольше, то мы получаем вот так. Ну, то есть, ладно. Это я откинул и поставил наш смартфончик заряжать. Вот сейчас я вам покажу. 2 амперная зарядка и наш смартфон зарядился за 4 часа. То есть, стандартный он заряжается за 3, а 2 амперный, обычный, 5 ватный, он заряжается за 4 часа. И вот наша емкость. 6015 мА. Это уже реальная хорошая емкость. То есть, не пугайтесь, если у вас есть тестер. Вы поставили и показываете 3700. Нет, здесь нормальных 6000 есть. Все хорошо. Также заявляет производитель, что мы можем заряжать нашим смартфончиком другие смартфоны. Да, это круто. Да, это прикольно. Я вот поставил заряжать Xiaomi Redmi Note 3 за целый час. Он зарядил только на 566 мА. Да. Скорость была, ну, получается, почти пол ампера. Как бы не айс. Наш смартфончик потерял 15%. То есть, да, зарядить можно, но это очень-очень долго. То есть, в таких экстренных случаях, в принципе, можно позарядить. С этим проблем нет. Но, есть еще одна фигня с батареей, да. Наш смартфончик живет, хорошо живет, живет. Потом, получается, мы садим нашу батарею до 12% и получается вот такая вот фигня. После 12% наш смартфон разряжается буквально за 2 минуты до 0. Просто-напросто. Получается 11, 10, 9 и вот так вот. Пам-пам. За 2 минуты в 0 просто бам и разрядился. Я думал, это какая-то фигня. Пришли, обновление, обновил, все. Опять заряжаю, опять разряжаю. Опять та самая фигня. То есть, у нас есть какая-то проблема с батареей. То есть, точнее, не с батареей, а именно с деталей, которая отвечает за проценты. То есть, за емкость батареи, за счетчик, скажем так, да. Есть какая-то фигня. Так, батарея работает хорошо, но доходит до 12. И так, знаете, так плавно, 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 в 0. Все. В хлам. Разрядился. Нужно ставить на зарядку. Я впервые, когда это увидел, немножко испугался. Думал, блин, что за фигня. Было 15, потом 12 и сразу 0. Да, было не очень приятно. Итак, что же по цифрам, да. Что же он нам показывает. Ну, максимальная яркость. Одна сим-карта. Максимальный звук в виде HD. Можно смотреть 9 часов. 9. 9 часов. Это очень круто. Это самый большой показатель. Ну, за все время, пока я тестирую смартфончики. Это очень, очень классный результат. Да, это круто. В игрушке можно играть максимальная яркость. Одна сим-карта. Wi-Fi. Можно играть 4 часа 20 минут. Это также очень большой показатель. Учитывайте, что максимальная яркость. Wi-Fi и одна сим-карта. Это реально хорошая нагрузка. Но, если мы отключаем Wi-Fi, 5 часов стабильно. 5 часов мы можем играть на максимальной яркости. В игрушке это также очень хорошо. Главная фича батареи. Она реально оправдывает стоимость данного смартфончика. Если вам нужна лопата. Ну, то, чтобы лопата. Смартфон. Такой рабочий смартфон. С которым можно поехать на рыбалку, на охоту. В общем, скажем, в турпоход сходить. Спокойно можно покупать данный смартфон. И просто не заботиться о том, что его нужно заряжать каждый день. Да, по автономности. Я проходил 3 дня. 3 дня просто вот так вот с головой хватает использовать данный смартфон. Такая средняя нагрузка. То есть, Xiaomi Redmi Note 2 у меня за день разряжается. Да. А этот смартфон за 3 дня это очень круто. Так что, по батарее ставим жирный-жирный плюсик. Да. Ну, в принципе, это, наверное, все, что я нашел в данном смартфоне. Все плюсы и минусы. Конечно же, эта фигня с батареей немножко меня расстроила. Но будете знать, если честно. И смотрите. Если вы заряжаете данный смартфон, у вас нет тестера. Да. Смартфончик заряжается за 2 часа до 100%. Но это еще не полный заряд. Оставьте его еще на 1 час и он полностью у вас зарядится. Да. Так что, учитывайте данный факт и данную особенность данного смартфончика. Ну, вот такой вот обзорчик у меня получился. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал Всю Китай. С вами был Димон. Канал Всю Китай. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока-пока. Друзья, всем привет. Вы на канале Всю Китай. С вами Димон. Сегодня мы будем делать обзор. Не то чтобы обзор, а знаете, опыт эксплуатации Xiaomi Redmi Note 2. Да, вот этот красавец за целых 150 долларов.